Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы подводим итоги. Кстати, заявленная тема очевидна, а мы вот тут с моими коллегами за эфиром порассуждали. Итогов-то много сегодня. И оканчивается неделя, и заканчивается месяц, и заканчивается весна. Месяц май, кстати, заканчивается. Продавать, продавать, уходить, гулять. Вот, смотрите, сколько поводов сегодня. Поэтому сегодня мы подводим итоги недели, финансовые итоги недели, ну и всего, чего вспомним. Мои гости в студии. Представляю с удовольствием. Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС, управления активами. Добрый день, Александр. Добрый день, Олег. Я понял, я понял. И Александр Лапутин, руководитель направления персональной брокерской обслуживания брокерского дома открытия. Добрый день, Александр. День добрый. Ну, как вы понимаете, желание я уже загадал, а вас я все-таки буду, да? Александр как? Александр один, Александр два? Так лучше. По фамилии. Как получится. По фамилии. А вы знаете, говори Александрой, что вы скажете? И вы хором, и вы будете хором разговаривать. А мы же переглянемся и поймем. И сами назначите кого-то. Так как на сайте есть трансляция, можешь пальцем показать. Нет, нет, трансляция это хорошо. А потом девочки наши, они же расшифровывают. Александр. Какой Александр? И начинает. По голосу. Ну да ладно, действительно. Итак, друзья мои, давайте начнем традиционно 15.05. Я все же нарисую некую картину маслом. Что происходит сейчас на финансовых площадках. Ну, если говорить о рынке Российской Федерации, то печалька, конечно. Печалька. Печалька, модное слово. А все остальное, ну, в принципе, без особых изменений. Потому что американцы вчера закрылись, да, в небольшом плюсике. По крайней мере, то, что я наблюдаю. Сейчас S&P 500 и 3 десятых прибавила 1 десятую Dow Jones. Азия сегодня торговалась разнонаправленно. Но Nikkei продолжает штурмовать вершины. Ну, не вершины, конечно, да, понятно. Обновления исторического актура нет. Ну, смотрит вверх, тем более активно. И больше процента прибавил индикатор. А Shanghai Composite, значит, чуть меньше процента потерял вчера. Значит, сейчас что происходит? Европа в легком минусе, минус 9 десятых процента. Ну, а наши сегодня огорчают, наверное, участников рынка. РТС минус 1,3 процента. ММВ чуть скромнее, да, 0,8 процента. Ну, идут к минимумам, да, годовым минимумам. 1332 уже РТС. 1350-49 вот сейчас мечется ММВБ. Да, да, не весело, не весело. Смотрим на сырье и на Форекс. Значит, что показывают нас сырьевые рынки. Бренд 101,75. Все-таки пошло, видимо, да, пошла цена к нижней границе, к 100 долларам. Золото, кстати, выстроило здорово вчера, по-моему, позавчера. 1411, значит, был локальный максимум 1420. 1420. Ну, и евро-доллар тоже здорово отскочил. Он отскочил в район 1,30, даже чуть больше. Сейчас, правда, вот опять развернулся. 1,29,90. Ну, и по поводу голубых фишек, понятно, да, что радоваться особо нечему. Все красненькое. Газпром у нас теряет полпроцента ниже 120, 119,20. Норникель больше 2%, минус Русгидра тоже больше 2%. Ну, в общем-то, как-то не весело. Давайте подводить итоги, Александры. Александры. Александр, какой первый ты начнет у нас подводить итоги? Выбирай. Выбирай. Давайте вопрос начнём. Вопрос уже озвучен. Мы подводим финансовые итоги. Ну, давайте так, вот с чем связана динамика нынешняя негативная, сегодняшняя? Почему-то последний день месяца, последний день недели, последний день весны. Александр, Потавин, да, давай. Я думаю, что вот последнюю, вот, наверное, середины недели мы пошли вниз, причём шли вниз против достаточно позитивного внешнего фона, ну, нейтрально-позитивного, так агрессивный верхний, но так из западных рынков не смотрел, но нейтрально-позитивный. Ну, особо и не падал, да. Вы знаете, вот я с своими коллегами пообщался, многие говорят, что это фактор Гуреева. Вау. Да? Серьёзно. Да? Ну, потому что его уважают на Западе. Мы позавчера обсуждали эту тему. Его уважают на Западе, его всё-таки, вот эта знаковая фигура для российской экономики, для российско-экономической институтов, вот, и вот такой достаточно быстрый, если так сказать, небегство из России, ну, это сигнальчик такой не очень хороший, поэтому я думаю, что вот этот фактор не стоит сбрасывать со счетов. То есть гаечки подкручиваются опять. Да, ну, не то, что гаечки подкручиваются, просто, знаете, ведь Россию воспринимают западные инвесторы с печатных СМИ, а печатные СМИ, они, к сожалению, пока, ну, с начала года практически к России настроены достаточно негативно. Это, кстати, СМИ наши или иностранные? Западные, западные, да. Что касается Газпрома и встреча Сечина с инвесторами, там, и последних там заявлений Путина, там, и вот здесь Гуриев, там, да, куча, да, поэтому вот я думаю, что вот этот фактор, он сказывается на том, что сейчас мы являемся чуть не слабейшим рынком по крупнейшим биржам в мире, кроме на, ну, я Украину не беру в расчет, но вот я смотрю, вот так у меня табличка такая небольшая есть, и вот я смотрю, кроме нас, слабее только Перу. Вау. Да, Перу, там, минус 22%, ну, ну, Перу, это что, это плевок на карте, а Россия, это, да, шестая часть всей суши, да, и плюс к этому мы входим в G7, а в G7-то, пардон, они все вот, да, странно-то, они, слушай, неплохую динамику показывают, и причем, что интересно, дело-то не в нефти, вот то, что там 101-102 доллара, там снижаемся немножко, там, это все ерунда, на самом деле, то есть, если посмотреть на тот же самый Дубай, да, Эмираты Дубаи, то Дубай выросли в этом, только в этом году на 45%, да, 45%, но российская экономика сдувается, темпы роста, там, приближаются к одному проценту, к полутора, да, а в Дубаях, я посмотрел темпы роста экономики, там, в районе 4%, вот так, вот ответ, да, то есть, и плюс к этому, допустим, ну, хорошо, берем, допустим, ну, хорошо, Дубай, там, у них, там, инвестиции в строительство, все, ну, берем Канаду, схожий по нам рынок, да, вот Канада, допустим, она, там, с начала года плюс 2,5%, а у нас минус 13 практически по РТСу, вот, вот такая вот картина масла. Да, печально, печально, то есть мы еще, да, помимо всего прочего, еще опять политические факторы, да, выходят, так сказать, на первый план. Так, Саш, ну, давай, твое выступление. Да, правда, действительно, локальный, локальный фактор Гуриева может действительно повлиять на это дело, потому что Россию всегда все-таки, как, как-то вот считали, такой вот политический риск для России, ставили на первое место и так далее, а тут вот, собственно, на самом деле, если так вот немножко глобально посмотреть, ничего не случилось. Даже с точки зрения какой-то вот, с точки зрения людей, которые говорят, что всегда, там, власти в России все плохо, что текущая власть там, типа, давит, там, неугодных и так далее, так далее, так далее, даже если принять, что это так и есть, ничего не изменилось, да, то есть, вот, ну, собственно. Ничего изменилось за многие годы, ты имеешь в виду, да? И, собственно, этот случай никак не меняет картину, это вот лишний повод сказать, ну мы же были правы, ну окей, да, то есть локально, безусловно, это должно иметь влияние какое-то... Когда были другие настроения, да, и этот фактор просто не принимался в расчетах, а все покупали... Глотали, проглатывали намного более важные факторы негативные. Вот, прокси на нефть, да, мы остаемся прокси на нефть, безусловно. То, что пошел декаплинг с нефтью, у нас нефть относительно стабильна, а мы действительно валимся, да, есть такая штука, да, потому что мы все равно, хочешь, не хочешь, мы идем и в тренде, скажем так, нефтяных цел, потому что они имеют прямое влияние на нашу экономику, причем на всю, да, а на индекс РТС там половина нефти, условно говоря. Вот, в том числе мы идем в тренде собственных экономических, каких-то экономической динамики, да, поэтому, как бы, нефть не растет, поэтому сильного оптимизма, в принципе, у нас ждать особо неоткуда, но, с другой стороны, нефть не растет, но довольно высоко стоит, ну, у нас, опять же, замедление экономики и так далее, вот, что Саша сказал, да, приводит к тому, что, действительно, деньги из России выводятся, и, скажем так, в ближайшее время, вот сейчас, ну, не в ближайшее время, на текущий момент, действительно, поводов агрессивно покупать Россию особо нету у западных инвесторов. Есть у нас дешевые бумаги? Есть. Качественные бумаги есть? Есть. Очевидно. Есть одновременно дешевые и качественные? Немного, но есть. Есть. Но, еще раз говорю, что это, наверное, повод этим бумагам, может быть, быть лучше индекса, да, но ни в коем случае не расти, там, на таких вот, относительно, на таком относительно негативном сентименте, да, относительно России. Да, вот потом мы имеем, собственно, как это, хочется сказать, такое хреновое лето, на самом деле, весну, да, вот. Что касается sale in May, ну, сработало. По итогам мая мы в минусе. Обвал был? Не было обвала. Была такая коррекция. Сейчас мы подходим, собственно, к минусу, к 1315, по-моему, по МВБ, если не ошибаюсь, минусы, минимумы апрельские. Ну, вот, можем туда постучаться, на самом деле, вполне, да, можем быть ниже. Летом можем увидеть провал. Можем. Почему? Потому что, увидим или нет, еще раз говорю, я тут не пытаюсь сказать. Вот, если так смотреть, что, условно, завтра лето, да, быть позитивным именно в краткосрочной перспективе в лето, я бы, скорее, был осторожным, чем, скажем так, чем агрессивным или, там, такой, мегапозитив, что называется. Вот, но в то же время, опять же, я не думаю, что мы, что у нас там перспективы настолько плохие, да, что там будет такое же положение дел вовеки, да. Я бы, скорее, сказал, что какие-то сильные провалы я бы, я бы все-таки выкупал. То есть, быть осторожным, да. Есть ли идеи для инвестирования? Есть. Об идеях мы обязательно сейчас поговорим. Я просто хочу тебя спросить, о годовых минимумах мы заговорили, можем мы их обновить? Я думаю, да. В общем, нет. Вполне, да. Я думаю, да. Но, опять же, вот, логика какая, да, и не то, что вот у меня есть в голове, что он вырастет или, а мой индекс, или упадет. Логика такая, что покупать сейчас Россию не с чего. Бешено дешевыми мы не являемся, я имею в виду в целом. Да, идеи отдельные есть, безусловно, да, и так далее. Вот. А с этой точки зрения, допустим, уходя там в ту же самую Америку, которая, типа, СНП растет всегда и так далее, да, в мире, может быть, сейчас есть какие-то идеи, кроме нас? Ну, мы сейчас новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Ну, что ж, продолжим подводить итоги, итоги. Финансовые итоги недели сегодня в сухом остатке. Меня зовут Олег Дмитриев и в студии Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС управления активами, и Александр Лапутин, руководитель направления персональной брокерской обслуживания брокерства дома «Открытие». Ну, кстати, еще раз по поводу дня рождения, да, вот, видите, продолжается, о чем мы с вами говорили за кадром, продолжается. Ну, пятилетний за один день отметить невозможно, это понятно. Это, конечно, это серьезный юбилей. Так, смотрите, у нас есть вопрос, я думаю, начать, да, чтобы не томить Бориса, хотя я знаю этого Бориса. Он у нас периодически звонит и предлагает, значит, апокалипсис. Вот сейчас я так, если я, конечно, не ошибаюсь, то сейчас и вам удастся услышать эти цифры и ответить на вопрос Бориса. Давайте послушаем. Давайте. Борис, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, уважаемый Олег и Александр. Это он, это он. Да, нет, нет, я не про апокалипсис. Хорошо. Немножко просто хочу, если там не сильно много времени отвлеку, постараюсь, по крайней мере. Да, нормально. В общем, идея следующая, она очень простая, то есть на 2500 у нас закончился какой-то суперцикл, да, и потом вот 2500 на 500 это падение было в какая-то там, если это зигзагообразная коррекция, это была А, потом Б шло на 2100. И вот от 200 мы сейчас идем, ну, должны чертить еще 2000 вниз примерно, допустим, на такой, если мы приняем такую простую вещь, то мы там идем в ноль, там, или в 100, что одно и то же. Или в минус. Ну, я условно там, вот, и получается, это очень забавная картинка, вот, например, первая волна 2100 на 1300 прошла, коррекция на 1800, снова 1300, 1600, снова 1300, 1500, отскок мы недавно его видели, и все, как бы, наталкивает на мысль о том, что если мы пробьем 1300, то дальше остановки будут такие простые, там, 1100, 1800, 500 и вообще ноль. Но не это главное, то есть это такая теоретическая вещь, и она должна подтвердиться в ближайшее время, и вот по какой причине хотел бы у ваших уважаемых гостей услышать, имеет ли, скажем, такая теория права на жизнь, она примерно такая, то есть я заметил, что на каких-то больших масштабах, если какое-то движение, ну, вот, скажем, 200-1300 там заняло примерно полгода, то в два раза больше амплитуда, ну, например, переход с 200 на 500, он занимает, как правило, в четыре раза больше времени. То есть в два раза больше интервал по амплитуде, 200, там, 1800, на него уходит в четыре раза больше времени. И в этом смысле очень понятно, что мы находимся вот-вот уже, потому что 200, это было вот два года назад, шесть месяцев на всю волну, и поэтому два года от 200 мы должны показывать 500. Причем это будет уже в ближайшие какие-то, да, месяцы. Да, и более того, волна, которая прошла с 1800 до 1300, она заняла примерно три месяца, если в четыре раза больше времени, то это год, и это опять весна, начало лета. И она метит, скажем, 800, поэтому переход на 800-500 возможен вот просто на раз, потому что все сроки вышли, они уже такие, ну, там, плюс-минус, понятно, может быть, но вот примерно такой вот простой подход. Вот, а если дальше мы будем отматывать, то на всю волну, скажем, если у нас 200 на 1300, это какая-то там однерочка, то вся волна займет 2,62, это как раз нолик, и на нее нужно, ну, 2,62 в квадрате времени. И мы тогда получаем примерно осень 2014 года, когда мы получим ноль, ну, или около того, со всеми вытекающими последствиями, со сменами политических режимов. Ну, катаклизма не будет какого-то, то есть фондовый рынок, это фондовый рынок, жизнь все равно продолжится, останется, но серьезный потрясение, по такой кардиограмме мы вполне можем получить. Я думаю, можно это и катаклизмом назвать, если ноль по индексу РТС мы увидим. Ну, мы уже видели ноль, ничего такого страшного нет, вообще, мне кажется, что это от мода, когда у нас, скажем, там, ноль, там, 650 или 700, когда-то там в 90-х каких-то рядах было, а потом в ушной был ноль. Приходит мода, уходит мода. На Японию пришла мода, сейчас Япония в моде, потом она опять отъедет. Ну, а уж такие рынки, как наш, маленькие, развивающиеся, они, видимо, для того пока и существуют, чтобы их вот разогнать и уронить. Борис, спасибо за ваше мнение, сейчас будем слушать мнение аналитиков двух Александров. Во-первых, у меня первый вопрос, да, ну, понятно, что подходы к рынку разные, да, кто-то техническим анализом, кто-то фундаментальный, кто-то монетку подбрасывает. Вот такой подход, он вообще имеет место быть и как его назвать, Саш, если так, математический какой-то? Или геометрический? Ну, вот я, Борис, кстати, спрашивал, он несколько раз звонил нам, предлагал тоже подобные подходы, он все-таки не совсем соглашает, что это теория Леоты напрямую. Нет, а именно там не Леот делает, а не то, что там волна А, Б, С, он это не называл, он, скажем так, то, что мы должны так вот... Ну, то есть геометрически, да, первое движение, да, столько-то пунктов. Затухающий синусоид, да, вот он примерно, я думаю, что вот это имел мысль в беду, но у него перед глазами график был, он этими цифрами легко оперировал. Вот у меня перед глазами графика вот так вот, что называется, нет, но я так примерно представляю, где мы сейчас находимся, да, ну и с зрителем тоже, перегружать математикой тоже, думаю, не стоит. А в целом вот взгляд на рынок может быть такой, что вот если вспомнить, это мы сейчас уже так смотрим, там, где-то у нас промпроизводство уже в минус начала года ушло, да, а ведь раньше мы гордились тем, что у нас промпроизводство росло, там 7,5-8%, даже там 9% показывали, там сумасшедший темп рост, там мы как-то действительно развивающейся страной были, а сейчас мы такая уже не развивающаяся, развивать уже нечего, мы уже там 3 квартала подряд снижаемся. Мы развивающаяся страна по определению, но не развиваются при этом. Да, вот поэтому, а вот развиты, они продолжают развиваться, да, вот, ну вот я говорю, что темп роста снижается за последние годы, поэтому нам похвастать пока нечем, и по большому счету, вот в свое время же говорили, и просто многие экономисты, вот такие фундаментальщики, типа того же самого Гуриева, они говорили о том, что российская экономика, она вполне себе ничего, при условиях перманентных роста цен на нефть. Как только цен на нефть, видите, как сейчас застопорились вот на уровне, там, прошлого года, то мы вот как-то так уже себя и не чувствуем, да, нашего развития никакого. То есть, к большому счету, я не думаю, что вот так, там, индексы наши показывают ноль, или там минусы идут, нет, конечно, такого нет, и вот этот процесс, он достаточно длительное время занимает, потому что, к большому счету, бюджет сможет быть свернутый при текущей переписке 100 долларов за нефть. У нас же бюджет на этот год сверстан с 97 из расчета, да, там, правда, бюджетный дефицит там в районе 3%, но, тем не менее, мы жить можем, да, то есть, это принципе уплачивается, люди в магазины ходят, да, там, заправляются на автозаправочных станциях, на экспорт все это идет. Это не значит, что это не российская экономика становилась, и не мировая экономика становилась, а раз этого нет, соответственно, вот этот процесс плавного сползания, он может занять, действительно, там, несколько лет. И вполне возможно, за это время будут, там, и подъемы, там, локальные, все, вот. Но в целом, ну, наверное, какой-то мы придем, там, действительно, к 2014 году на чуть более низкий уровень. Здесь я согласен. — Саш, смотри, вот 1300 называл Борис, да, как такой, ну, сейчас локальный, по крайней мере, да, уровень поддержки, ниже которого, вот, может быть, там, 1100, 800, 500, ну, а на Лену говорить не будем. Ты как смотришь на это? — Я, на самом деле, прям заслушался, честно говоря. — Вот видишь, профессиональный подход, что это значит. — Вот. Ну, 1300 — это, если уж там, окей, график держать в голове, вот, в голове прям сейчас нарисовался. — Ну, с графиком, ладно. — 1300 — это нижняя граница треугольника, давайте так вот, да. Треугольник, по-моему, года два с половиной ему, или два, примерно, да. Вот. Куда может выйти? Может выйти вниз? Может. Я вспоминаю как-то в 2000 каком-то году, по-моему, даже восьмом, рисовали, что по теории, по-моему, как раз по теории Лиот, а цена «Газпрома» должна быть минус 10 рублей, или минус 15, вот точно не помню, да. Вот. Ну, наверное, как бы, смеяться-то можно, да, минус 10, там, 0 и так далее. Что касается какого-то, действительно, апокалипсиса в плане, там, я не знаю, цен, в плане значений индекса, сравнимых с нулем, ну, скажем так, 500 и ниже, да, там, на самом деле, ну, чем согласен, то, что там 100, это 200 или 300, не особо важно. Ну, конечно. Вот. Ну, скажем так, ниже 500. 500 – это уровень такой вот прям хорошей-хорошей паники, причем это, еще раз, это не минимальные значения каких-то вот там цен бумаг, которые проторгованы, а это минимальные значения паники, да. Ну, вот я сейчас, кстати, график-то открыл, у меня есть такая возможность. 500 – это результат кризиса. Да, да, да. 500 – это вот… Я не думаю, что в текущих значениях, в текущих условиях мы можем уйти в ноль. Почему не думаю? Потому что я не верю в сильное падение цен на нефть. Дальше. Любая политическая ситуация в России, если это не революция, не дай бог, и так далее, да, смена политического режима в 2018 году или в каком-то она будет, может быть, там и каким-то образом, да, на мой взгляд, не может привести к таким же последствиям для фондового рынка, каким может привести нефть по 15 долларов, да. Вот. Я еще раз говорю, что не думаю, что сырьевой суперцикл закончится. Я думаю, что, наоборот, он будет скорее подстегнут инфляционным каким-то давлением и в течение какого-то времени, будь то год, будь то два, будь то три, непонятно пока еще, да, комодити смогут улететь вверх, причем сильно. Вопрос, будем мы идти с ним один к одному, или мы, например, еще там на каких-то непонятно откуда взявшихся структурных реформах на каждом, там, нефть плюс процент мы будем плюс пять, вряд ли, да. Вот. Но очень сильно на нас действуют все равно внешние факторы, да. Вот. Поэтому я бы в текущих условиях, еще раз говорю, я не думаю, что у нас будет революция в России. Придет Кудрин на место премьер-министра. Я думаю, что, ну, как бы... Это позитив еще, наверное. Планку вряд ли мы увидим, но, по крайней мере, там, тот, кто не купил, сильно пожалеет, да. Вот. С этой точки зрения, я думаю, что может быть тысячу, может быть тысячу. Но на это, во-первых, должны быть причины, во-вторых, это будет хороший, реально хороший повод взять стабильные компании, потому что, да, стабильные компании упадут меньше, вот, это понятно. И с другой стороны, но с другой стороны, как бы, ну, мы понимаем, что когда рынок в панике летит, сильно рисковать особо смысла нет. Лучше взять более или менее стабильную компанию, да, вот, типа там, Сбербанк, там, типа МТС, типа, я не знаю, там, Лукоил и так далее. Вот. И дальше прокатиться, а дальше уже выбирать, в чем ты будешь рисковать, да. То есть, вот, апокалипсис у меня не рисуется. Коррекция, да, сильная коррекция, возможно, да. Ну, вот, я, на самом деле, вот, пока сейчас, если вот не брать какого-то апокалипсиса, ну, 1200, ну, 1100. Ну, прям вот, прям вот покупать-покупать. Если еще какой-нибудь там скелетик вылезет из шкафа, да, конечно, он скорректирует, там, прогнозы, видения и так далее. Вот, вот, примерно как-то так. Я понял, Саш, спасибо. Сейчас у нас новости, времени не так много. Мне очень заинтересовала вот эта твоя фраза по поводу того, что комоды могут в какое-то время, в какой-то момент залететь в цене, да, связано это либо с инфляционными какими-то моментами, либо с чем-то еще. Вот мы, наверное, уже после новостей с вами давайте об этом еще тоже поговорим. Значит, ну, напомню, сегодня в студии Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС управления активами, и Александр Лапутин, руководитель направления персональной брокерской обслуживания, брокерского дома открытия. И подводим итоги, финансовые итоги недели, финансовые итоги месяца, финансовые итоги весны. После новостей на Финам.ФМ. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, подводим финансовые итоги недели. Ну и давайте сразу перейдем к нашему разговору. Во-первых, через 15 минут Саша Лапутин нас покинет, у него есть встреча важная, да, и надо ему выговориться, возможность выговориться. Спасибо. Тем не менее, давайте вот по поводу коммодити. Саша предположил, Александр Потавин, твое мнение хотелось бы услышать. Саша предположил, или предложил, да, вот такой вариант развития стандарта. Не, ну, это... Не, подожди, подожди, вот поэтому на эту тему ты выскажешь. Он предложил мне расхлебывать, да? Я должен что, я должен подтвердить его фразу? Нет, нет, как ты думаешь, вообще есть надежда, что коммоды взлетят, ну, взлетят или будут расти, потому что, смотри, как бы, да, очевидно, мировая экономика замедляется, там, Китай замедляется, покупать некому, да, программу коллективного лягчения собираются сворачивать. С чего им расти-то коммодом-то? Ну, вот, давайте так. Я, значит, выражу свою точку зрения. Конечно, исключительно. Ну, может быть, частично согласовывается с мнением Александра. Смотрите, дело в том, что на чем был, вот когда я был недавно на конференции, которую проводил Сбербанк, форум 2013, и там выступал глава Гленкор, одного из крупнейших сырьевых трейдеров в мире. Вот, он сказал, что мы, сырьевые компании, сырьевые трейдеры, мы откровенно прошляпили экономический рост Китая. То есть мы чухнулись лишь тогда, когда китайская экономика, там, показывал темпы роста, там, измеряемые, там, серединой двухзначных чисел. Вот, то есть там, где, там, 15 процентов, там, не под 19, да. А мы не были к этому готовы. Мы привыкли к тому, что Китай особо не развивается. Ну, как-то так все потихонечку, там, то есть темпы экономического роста всех крупнейших держав, они не превышают, там, 4 процентов. А тут вдруг, там, какие-то там сумасшедшие, да, 15. И когда вот это пошло, мы, мы не сразу чухнулись. Потом мы сразу резко нарастили темпы продаж, темпы закупки сырья, чтобы удовлетворить растущие потребности Китая. Вот. А сейчас, с учетом того, что темпы роста экономики Китая потихонечку снижаются, вот мы видим такое вот плавное сдутие этого пузыря на рынке сырья, commodities. И многие уже говорят о том, что вот окончание суперцикла. На самом деле-то мы не стали меньше потреблять китайских товаров, да, и Америка не стала, и Европа не стала. Просто Китай, он вышел, вот благодаря вот этому вот тому, что он мощный экономический рывок сделал, он поднял свою экономику. То есть громадное количество людей в Китае стало жить лучше. Переборолось в новое жилье, обзавелось автомобилями, там, стали лучше одеваться, кушать, да. Вот. И из-за этого общий уровень потребления сырья в мире нарастился. Но с учетом того, что китайская экономика не может бесконечно расти двухзначными темпами, а сырьевики нарастили уже ресурсную добывающую базу, вот, ну, образовались избыточные производственные мощности, и избыточное количество денег было вложено именно в добычу и переработку. И сейчас мы просто-напросто, у нас идет вот такая вот небольшая просадка, которая говорит о том, что просто, ну, есть переизбыток. Есть переизбыток предложения, не спроса, а предложения. И я думаю, когда вот они сойдут с какой-то точки... Совершенно, то есть со временем нащупают они основания, да. Плюс к этому и европейская экономика, там, судя по прогнозам, она там конец этого года, начало следующего, она потихонечку уже выйдет из своей рецессии. Экономические показатели там, конечно, пока еще слабые, но уже, по крайней мере, поотносительно прошлого года, они уже какие-то уже начали улучшаться. Вот. А европейская экономика, она, естественно, за собой там потянет, там, и нас, там, и все остальные. Поэтому вот прям такой расклад. То есть я не жду какого-то мощного рывка наверх, но вот это более-менее стабильные цены на сырье, я думаю, что мы будем видеть в ближайшие годы. Я понял. Кстати, вот хорошая, да, ссылка на европейскую экономику все-таки. О внутренних факторах мы поговорили, да, перспективы роста российской экономики. А вот внешние, вот, Европа, давай уже, да, выходи из рецессии, Гриш, и нас... Как только в Европе начнет улучшаться ситуация, вот я думаю, что конец года, начало следующего, это наши металлурги первыми пойдут вверх. Надо просто... Они просто наиболее цикличные из российских компаний, потому что нефть, она так, более-менее стабильность, да, и металлурги, они цикличные. И как только мы увидим подъем цен в металлургах в течение месяца нам на 15%, мы будем считать, что вот все, уже мода возвращается на российский рынок акций. Хорошо. Ты с тобой согласен, Александр? Ну да, конечно, металлурги классические хай-бета, и в любом случае они, это действительно самые цикличные, ну, одни из самых цикличных секторов, согласен полностью, да. Саш, ну давай, значит, мы тебе сейчас предоставляем время, да, оставшиеся, ну, до конца этой части эфира, с учетом того, что ты нас покинешь. Ну и расскажи, пожалуйста, что вот в этой сложной ситуации достаточно, да, в последний день мая, можно вообще сказать о российском рынке и найти какие-то идеи, может быть, все же. Ну да, вот, ну, еще раз говорю, что всегда интересно говорить про то, что будет, но все-таки деньги платят за то, что говорить, что делать, да, это, на самом деле, там, основной вопрос, на который мы, как участники фондового рынка, работающие с клиентами, должны отвечать, да. Вот, план того, что будет, ну, что будет, не знаю, опять же, есть много версий, вот. Что касается подхода к текущему рынку, на мой взгляд, подход должен быть осторожный. Значит ли это, что стоит бежать от фондового рынка, как черт отладно? Нет, не значит. Не стоит забывать, что фондовый рынок не ограничивается Газпромом и даже РТСом. Есть второе, есть акция второго шоуа, есть, на самом деле, да, вот, скажу банальную штуку, тот же самый Сбербанк. Будет он ходить с индексом? Будет, безусловно. Качество компании, да, найдите, найдите еще такую компанию, которая настолько же транспарентна, у которой, там, Роя 21, если не ошибаюсь, 21.3, что ли, и так далее, да, вот, который занимает такую долю рынка на России, что он дальше не хочет ее увеличивать, потому что антимонополички придут и так далее, да, с самыми дешевыми пассивами, с понятной господдержкой и так далее, и так далее, да. И при этом это, не знаю, ни Сургут, ни Транснефть, ни Газпром, где ничего не поймешь. Качество компании, безусловно, очень высокое, да, вот. Но еще раз говорю, там, с точки зрения инвестиций, да, с рынком, конечно, будет ходить. Вот, но отскакивает в первую очередь. Вспомните 2008 год. Вот, в конце концов, у нас есть еще срочные площадки, где можно купить золото, где можно купить нефть. Вот, ну, про опционы, там, кто про что, Лапутин про опционы, да, сейчас говорить, наверное, не буду, это такие более экзотические вещи. Вот, но даже вот в текущие условия, в конце концов, рубль-доллар можно купить, в конце концов, еще раз говорю, никто не запрещал играть вниз на фондовом рынке, да. Вот, если уж действительно у кого-то есть такие прям пессимистичные прогнозы, и кто-то на них в большой степени уверен, опять же, можно играть вниз. Про рубль-доллар заговорил, я как раз график как-то был. Да, 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 там все очень хорошо, там все, он идет где-то к 32-м там с лишним. Всего, да, он пробивает уже, вот, у нас Гахай там 31-80. Вот, да, собственно, туда ему дорога, ну, до 33-х может сходить, не знаю, будет он 33 или нет, но, как бы, это нормально, да, не нужно думать, что это какое-то, ну, начало какого-то краха. Да, да. Вот, что касается инвестирования на текущих уровнях, я бы вот все-таки долю каких-то инструментов фикс-тинком, или, скажем так, немножко более глобальных, консервативных инструментов или низкорисковых, ну, как минимум, держал бы на довольно высоком уровне. Это начиная от банальных депозитов, почему не говорю облигаций. Высокодоходные облигации сейчас рисковые довольно-таки, а в низкодоходных есть, ну, не в низкодоходных, скажем так, а если бы в целом рынок облигаций, то есть вероятность, что рынок облигаций-то может немножечко искорректироваться. Да, там, конечно, падение не тех порядков, как на рынке акций, но, тем не менее. Вот, денег сейчас в системе много, поэтому там облигации доходности маленькие, да, поэтому зачастую депозит может быть интересен. Вот, это структурные продукты вполне защиты капитала, да, где там суть какая. Инвестируешь, там, не знаю, в рост золота, выросло, получил доход, не выросло, упало, получил деньги назад, да. Вот, то есть такая штука, которая, по крайней мере, защитит от каких-то рисков потери капитала. Вот, тоже очень своевременная штука, да, спредовые позиции какие-либо, да, то есть вот был, если не ошибаюсь, наши ребята только сегодня закрыли спред между ФСК и Россетями. Опять же, одну бумагу на покупку, одну бумагу на продажу. Если есть сильно коррелированные активы, ну, бумаги, скажем так, акции, да, и так далее, статистический спред между которыми сильно разошелся, ну, очень часто играет Сбер-Сбер-Прев, Сургут-Сургут-Прев, Роснефть-Лукойл, ну, вот ФСК Россети, наверное, немножко более экзотическая штука. Вот, НЛМК с Северсталью, по-моему, играли или с магниткой, не помню с чем, да, то есть вот такие вещи, которые, у которых рыночный риск нулевой, да, есть только риск того, что действительно, скажем так, этот спред, эта разница, да, в valuation, ну, вот в стоимости, там, конкретной акции, она будет продолжать расходиться, да, ну, опять же, никто не отменял уровень, там, стоп-лосса, который, ну, если там больше 3% против меня, я просто закрываюсь, да, вот, это как минимум, как минимум упасет инвестора от каких-то рыночных рисков, ну, в такой позиции, как, если все упало, у тебя плюс 100 рублей по одной акции, минус 100 по другой, все, ты спишь спокойно, как минимум, да, или по одному активу, по другому активу, вот. Извини, пожалуйста, я вот со своей технической точки зрения так смотрю, мне кажется, здесь самая большая всегда проблема, самый большой вопрос, а когда закрывать, и что закрывать? Когда закрывать, ну, здесь, опять же, ну... Ну, вот упало, по одной плюс 100, по другой минус 100, что делать? Фиксировать прибыль? Вот, 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 смотри, смотри, не, здесь вопрос-то какой, что, возвращаясь, это позиции спекулятивные, они могут быть основаны на фундаментальном видении, что эта компания лучше или хуже, да, они могут и лучше, дешевле, хуже, дороже, да, могут на просто статистике, да, что статистически, там, спред золото-серебро, например, то же самое, да, вот, тоже все играют. Разошелся, это будет сужаться. Бренд WTI, на котором были потеряны миллионы долларов, я думаю, если не десятки миллионов. Вот, когда ты лезешь в любую позицию, это вот не фундаментальный анализ, это вот трейдинговые, там, не знаю, какие-то, когда ты лезешь в любую позицию, ты должен понимать, там, несколько вещей, должен понимать, первое, причину, по которой ты туда залез или залазишь. Второе, ты должен понимать уровень, потенциал роста этой позиции, то есть, грубо говоря, у тебя должен быть какой-то таргет, хотя бы минимальный. И третье, ты должен понимать, а где ты выходишь, то есть, что будет сигналом того, что ты не прав, банальный стоп-лосс, да. Вот, и если мы понимаем все эти три вещи, то, опять же, вот, если люди залазят, в какую-то позицию, пусть даже он ставит стоп-лосс, он никогда не будет знать, ну, проблема в чем? Если ты залез в позицию и не понимаешь, почему, то ты никогда не поймешь, где тебе вылазить. Потому что как? Я зашел в позицию, потому что, условно, это дешево, это дорого. Соответственно, когда мне выходить из позиции? Когда это перестанет быть дешево или это перестанет быть дорого? Когда это подорожает, а это подешевеет. Да, то есть, я понимаю, что это было дешево, по моим пониманиям, сейчас это стало дорого. Я заходил по этой причине, выходить будет по этой. Если я зашел, потому что, потому что зашел, где мне выходить? Там, ну, не знаю, случайная величина. Интуитивный подход, так называют. Поэтому, собственно, перед тем, как куда-то залазить, нужно дать себе четкий ответ на третий вопрос. И тогда с этим, с вопросом, когда выходить или где резать убыток, проблем не возникнет. Что касается текущих, еще есть один вариант, кто с опционами все-таки более-менее нормальный. Можно продавать колы, потому что опционный кол, это не спасет вас от падения, но даст вам на более-менее спокойном рынке, который идет, условно, вправо, дополнительную доходность. Зачастую эта доходность измеряется, может быть, 10 годовых и так далее. Это неплохо, относительно неплохо. Вот, что касается каких-то фундаментальных вещей, формировать фундаментальный портфель сейчас, ну, я бы сейчас его нарисовал. Туда можно включать, начиная от Сбербанка, заканчивая ТГК-1, да, например, и так далее. То есть вот этими вещами. Но формировать его я бы стал, вот если вот ни у кого нет, процентов на 30. Все-таки я, там, две трети держал бы в каких-то консервативных инструментах, защитой капитала и так далее. Потому что сейчас время быть осторожным, немножечко подождать с агрессией. Спасибо тебе, я тебе должен представить, поскольку нас покидаешь. В студии Сухого Остатка Александр Лопутин, руководитель направления персональной брокерской обслуживания, брокерской дома открытии. Спасибо тебе за то, что принял участие. Спасибо. А мы, уважаемые слушатели, сейчас слушаем новости, а потом продолжаем. Ну что ж, друзья мои, последняя часть эфира Александра Лопутина мы проводили с аплодисментами. В студии остался Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС, управление активами. Вот с ним мы и эти 12 минут проведем оставшиеся. Подводим мы итоги, итоги недели, месяца, еще раз повторю. Саша, заметь, вот я ленту новостей читаю, такая замечательная фраза. Фондовые рынки будут пребывать в состоянии легкого беспокойства вплоть до ближайшего заседания Федрезерва США. Ну, до июньского, я так понимаю, заседания Коменданта Поставки. Как ты считаешь? Ну, я не считаю, что это... Вот есть традиционно, вот если смотреть на рынки, есть фаза накопления, есть распределение позиций. Вот сейчас западные рынки, по крайней мере, они входят в фазу распределения. Распределение — это когда опоздавшие инвесторы продолжают заходить рынок, а те, которые дано уже купил позиции, они потихонечку от них избавляются. Вот, большому счету, в основном, юрлица избавляются от позиций, а физлица их продолжают верить в рост и поддерживают рынок в таком состоянии. Вот, и, в принципе, для чего это делается? Для того, чтобы... Это делается для того, чтобы понять, какое же направление... Потому что уже с начала года прошло 5 месяцев, ровно 5 месяцев уже чистых, да. Есть что фиксировать. Американские фондовые индексы, западные, европейские и азиатские выросли. Есть что фиксировать. Прибыль по индексу MSNP, Dow Jones, Nasdaq, она там в районе 15%. 15% за 5 месяцев — это очень недурно. А если учесть, что рост начался в Америке не с начала года, а в ноябре месяце, в середине ноября, то там рост набегает порядка 20%. Поэтому очень недурно. Вот. И в связи с этим вот встает вопрос, а ждать ли дальше вот это вот тренда наверх? И что может его поддержать? Поддержать могут только лишь печатный станок, который продолжает печатать деньги. И сейчас в мире там порядка 170 миллиардов долларов в месяц печатают совместно Банк Японии и ФРС. Вот. Вот эта вся гигантская масса денег, она должна находить в себе применение. И вот если, так скажем, печатная машинка, по крайней мере, ФРС, она снизит темпы, темпы вот отпечатания наличной валюты, ну, денег, не наличной валюты, конечно же. Вот. То, естественно, инвесторов это расстроит. Но, чтобы она окончила, так скажем, этот период монетарного безумия, сверхмягкой монетарной политики, должны выйти какие-то данные, которые скажут о том, что да, действительно, господа мы с ФРС, о том, что да, действительно, экономика уже вполне себе ничего себя чувствует. И, в принципе, дальнейшая монетарная подпитка, ее нет необходимости. Необходимости, да. И вот в ближайшее время, если не понять, не изменяя, третьего числа выходят данные по индексу деловой активности АСМ в производственном секторе США 4 июня. Это следующая неделя, да? Да, следующая неделя, да, совершенно верно, да. То есть 4 июня это non-manufacturing АСМ, то есть это непроизводственный сектор. И, наконец, 7 июня это важнейшие данные, конечно же, по рынку труда США. То есть это данные по безработице и количество вновь созданных рабочих мест. Я думаю, что вот этот вот блок данных, он как раз определит настрой инвесторов на вот это предстоящее заседание ФРС, которое будет 18-19 июня. Ну, то есть через неделю, да? Сначала мы статистику посмотрим, а на следующей неделе уже. И уже инвесторы, в зависимости от этой статистики, будут делать ожидания на то, сократит ФРС покупки, не сократит. А если сократит, то в чем? Или она сократит там в этих вот облигациях, которые привязаны к ипотеке, или в гособлигации. В общем, будет понятна уже, по крайней мере, остановка сил. И вот это как-то образом может там толкнуть рынок. Но статистика говорит упрямую вещь и говорит о том, что, в принципе, если достаточно большие деньги вошли на рынок, то, как правило, вот этот вот 5-процентным, 5-месячным ростом может все не ограничиться. Вполне возможно, американская экономика продолжит оставаться, то есть рост ее будет такой достаточно инертный и нестабильный. Вот, собственно говоря, вот сейчас... Именно экономика, да? Именно экономика, да. Поскольку вот последние данные, по крайней мере, которые выходили по индексу деловой активности ФРБ Далласа, Чикаго, Техас, Атланты, вот они говорили о том, что там деловая активность в этих регионах, она потихонечку не то чтобы растет, но она снижается. Или, по крайней мере, растет уже не теми темпами, которые вот спланировал, да, рынок. То есть, условно говоря, там предполагалось, там минус 5 пунктов, да, там по какому-то округу, да, выходит не минус 5, а минус 8. Предполагалось, там плюс 2, а выходит не плюс 2, а плюс 3 всего лишь, там чуть-чуть маленький какой-то небольшой приростик. Вот, поэтому вот эти данные, я думаю, что они позволят сделать вывод летом этого года о том, что мягкая монетарная политика будет продолжена до декабря. Вот, и в декабре уже, вот к декабрю мы уже поднимемся на чуть более даже высокий уровень. Потому что, еще раз говорю, вот это вот, то, что реальная экономика, реальные макроэкономические показатели, та прибыль, те денежные потоки, которые генерят американские компании, они не идут ни в какое-то измерение с ростом фондового рынка. То есть, фондовый рынок далеко отошел, разорвал отношения с реальной экономикой. Вот, у нас, видите, как мы чувствуем, наш рынок гораздо хуже, чем реальная экономика, потому что реальная экономика, она даже вот в марте-апреле, даже какой-то там небольшой подъемчик даже наметился там в промпроизводстве, а фондовые индексы выходят... Это про Россию-то сейчас? Да, про Россию, да, у нас в России. А фондовый индекс выходит практически на годовые минимумы. Обидно, вот, ну, тут такое, конечно, видеть. А в Америке-то наоборот, там фондовые индексы, поэтому, если раньше у нас корреляция была хорошая с Америкой, с Западной Европой, с ценами на нефть, то сейчас у нас и с ценами на нефть корреляция пропала, и с Америкой уж подавно, вот, поэтому, ну, остается надеяться, что, по крайней мере, летом вполне возможно, Америка будет чувствовать себя стабильно, то есть у американской экономики. Думаю, что по итогам второго квартала наверняка американская экономика, американские корпорации тоже покажут, ну, стабильность, то есть у них, они всегда считают, что у них там лучше ожиданий, и главное, чтобы отчитывались, да, но ведь ожидания, это ведь фактор, который рисуют люди, то есть, как вот мне не запомнилось, однажды, например, там, с Goldman Sachs, когда он там выпускал, там, может быть, там, года полтора какой-то отчет все ждали, Goldman Sachs должен был выпустить, там, все, и ожидания какие-то были там, то есть ожидания за месяц, за месяц ожиданий я снизились в два раза, или там, за три недели, в два раза ожидания снизились по прибыли банка Goldman Sachs. Так что произошло за это время, причем это ожидания, они прошли уже после отчетной даты. Это говорит о том, что когда банк отчитывается, его прибыль оказывается лучше ожиданий, а ваши лучше ожидания, соответственно, это ли не повод для роста, это ли не позитив. Поэтому вот эти все манипуляции, они, конечно же, определенным вот профессионалам, они играют на руку, а вот неискушенного инвестора они вводят в заблуждение откровенное. — Очень часто сталкиваешься как раз в разговоре с неискушенным инвестором, сталкиваешься с такими вопросами, что, Олег, ну как же, вот такая цифра, она же должна вот так повлиять на рынок, условно говоря, а почему вот он себя повел? Ну, однозначных решений нет, к сожалению. — Да, да, да. — Так, Саш, ну и немножко осталось времени, собственно, коллегу мы опросили, вопрос тот же к тебе, да, что с российским рынком-то на ближайшую перспективу? Ничего не трогать или все-таки потихонечку там что-то откупать уже, ты порекомендуешь? — Ты знаешь, Олег, я думаю, что вот мы вот с тобой за эфиром как раз общались, вот сейчас видишь индекс РТС, он стал дешевле индекс МВБ. Как правило, когда вот этот вот спред между РТС и МВБ расходится вот в минусовую сторону больше, чем на 3-5%, то, в принципе, это повод для покупок. Повод для покупок, поскольку, как правило, вот эта агрессивная фаза снижения нашего рынка, она, как правило, уже идет вкупе с ослаблением курса российского рубля, что мы, собственно говоря, в последние два дня и видим. То есть курс российского рубля опять поднялся по доллару к уровню 32 рубля. Вот. Ну вот это как раз повод задуматься о покупке. Да, но в данном случае мы можем нарваться на покупку падающих ножиков, и чтобы такого не избежать, лучше все-таки дождаться, когда нож воткнется в опору и перестанет дрожать. А так в целом, вот если посмотреть, такая вот на индекс МВБ, я специально перед эфиром себе распечатал табличку индекс МВБ. Вдуматься только, значит, вот составляющий индекс МВБ, там вот сколько там у нас, 30 компаний, да, по-моему, есть компания Магнит плюс 50% с начала года, а есть компания, которая минус 50% с начала года. То есть там Интеррау, там минус 49%, там Мечелпреф, там минус 52%. А вес у них при этом примерно одинаковый, я так понимаю. Вес у меня здесь таблички нету, но вот вообще сам факт. Это о чем говорит такая разбалансировка? Потому что обычно вот в предыдущие годы, потому что рынок все время меняется, да. И вот все время надо что-то вот придумывать новое, чем мне, собственно говоря, фондовый рынок и нравится. Тем, что раньше мы ходили все скопом. Скопом росли, скопом снижались. А вот в этом году, видите, как вот последний год, у нас все разбалансировка. Есть как компании, которые летят в космос, а есть компании, которые падают на дно, и никому там не нужны, и продолжают снижаться дальше. Вот, и мы, кстати говоря, с Веседем сделали такую математическую модель, которая построила портфель по акциям дорогих компаний, у которых хороший показатель именно с точки зрения прироста на фондовом рынке. И вот если ты постоянно будешь вот тут вот микшировать, делать селекцию вот этих бумаг, которые показывают показатель лучше рынка, там, допустим, как только оно слабеет относительно рынка, и выбрасываешь, как только новый лидер появляется, ты его добавляешь в портфель. Вот такой портфель, он обыграл фондовый индекс МОБС с начала года на 21%. Да, поэтому вот почему Магнит, Дикси, они показывают такие сумасшедшие темпы роста, потому что это реальные компании, реальный сектор экономики, которые действительно развиваются, которые находят силу в себе расти двух-трехзначными, ну, не трехзначными, двухзначными темпами роста. Вот, это не только там, как, это не госкомпания, где воруют там постоянно, там, живут там на распиле каким-то там, на игнорировании интересов миноритарных акционеров, а здесь, видите, все чисто прозрачно, и это говорит о том, что нам есть во что вкладывать деньги. Я понял. Спасибо тебе огромное. Все было очень убедительно. Уважаемые слушатели, мы будем закругляться. Еще раз я представляю моего гостя. Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС, управления активными, был сегодня в сухом остатке. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за внимание. Еще раз я вас поздравляю с праздником, пятилетие Финам ФМ, это все-таки большая дата. И приятных выходных до понедельника.